Достичь долгосрочного мира с Россией возможно только после ее поражения на поле боя. Об этом для New York Times написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывая не верить заявлениям Кремля о якобы готовности сесть за стол переговоров. Они, по мнению Кулебы, не более чем дымовая завеса. За ней скрывается истинная цель России – уничтожить Украину. И если Путина не остановить, то следующей его мишенью может стать любая другая европейская страна. Украине, Соединенным Штатам и нашим европейским союзникам нужно говорить с Путиным на его языке, языке силы. Практически это означает укрепление Украины в военном плане путем ускорения поставок передовой артиллерии и бронетехники, а также экономическая поддержка с дополнительной финансовой помощью. Следует также усилить санкции, направленные на российский экспорт, заблокировав работу банков и ограничив доступ к морской торговле. Некоторым может не понравиться цена такой поддержки, но альтернатива в виде безнаказанного Путина гораздо хуже. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Для The New York Times. Укрепление Украины в военном плане Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США. Примечательно, что эта беседа состоялась сразу после переговоров Энтони Блинкина с главой российского МИДа Лавровым. Первых с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Я говорил с госсекретарем Блинкиным, который сообщил мне об итогах его телефонного разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, позволяющих Украине заставить российское вторжение довести до провала. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В Твиттер. По мнению Дмитрия Кулебы, цивилизованному миру необходимо победить в еще одной войне, развязанной России против всей Европы. Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением войны против Украины. Везде, где он может причинить вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – нанести ответный удар и избавиться от любой зависимости. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В Твиттер. После массового убийства россиянами украинских военнопленных на территории колонии во время оккупированной Еленовке, Дмитрий Кулеба призвал признать Россию государством-террористом. По словам министра, это станет дополнительной мощной санкцией против агрессора. Это будет означать присоединение России к почетному клубу стран, куда входит Северная Корея, например. И это важный политический маркер. Во-вторых, этот статус предполагает очень серьезное усложнение возможностей финансовых операций для Российской Федерации. То есть это, по сути, дополнительная санкция, мощная санкция против Российской Федерации. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в эфире национального телемарафона. Безвизовый режим и заверения в поддержке – это итоги встречи главы украинского МИДа с президентом Гватемалы. Это первый за 12 лет визит в Киев лидера латиноамериканской страны. В его рамках президент Алехандро Джаматеи побывал в Буче и Ирпене, разрушенных россиянами пригородах столицы. Мы солидарны с украинским народом, который оказывает мужественное сопротивление. Пока гибнут люди, мы не можем молчать. Должно быть ясно, что с начала этого конфликта Гватемала возвышала свой голос. Мы всегда будем последовательны в своих словах. Гватемала не молчит и не будет молчать. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отправится в дипломатическое турне по странам Африки. Главная цель – противодействовать попыткам России заручиться поддержкой лидеров африканских стран, шантажируя их продовольственным кризисом.